Приветствую вас, уважаемые друзья! Это канал Словат Юнайтед, меня зовут Эмиль и сегодняшний наш эксперимент, как вы уже догадались, будет посвящен такому возможному переходу, который обсуждается, громкий переход, который обсуждается в прессе. Это, конечно же, Курбан Бердыев и Спартак связывают Курбана Бикиевича именно с московским клубом. Мы, болельщики Спартака, тоже некоторые, прямо вот в виде успехи Ростова говорят, мы хотим, чтобы Курбан Бердыев пришел в нашу команду и, наконец-то, выиграл московский Спартак чемпионство. Ну вот, этот график красноречивого показывает, что очень давно, очень давно, в 2001 году было последнее чемпионство, дальше Спартак был несколько раз близок, но вот в последние годы москвичи достаточно далеки от того, чтобы выиграть. И даже Дмитрий Оленьчев, казалось бы, кровиночка, да, Спартаковская, не помогает клубу, Спартаковский дух все никак не возвращается и только Курбан Бердыев способен его вернуть. Ну вот так, по крайней мере, считают некоторые болельщики. Итак, Александр Викторович Бубнов, конечно же, с нами, как всегда, Александр Викторович, вот Курбан Бердыев в Спартаке. Что вы думаете об этом и действительно ли может, может этот тренер что-то изменить и вернуть чемпионство красно-белым? Добрый, добрый день и суток всем, это во-первых. Во-вторых, Курбан Бердыев! Знаешь, я уже много раз говорил на эту тему, Бердыев опирается на своих игроков. Это уже, это уже, знаешь, у него есть там Навас, да, в Ростове, который у него в Грубиде играл, да там полсостава, да, статов, ключевые игроки. И это все те люди, которые давно с тренером работали, которые знают, как его установки выполняют. Понимаешь, если Бердыев сейчас придет в Спартак, да, я вот слышу, я вот слышу вот это вот, знаешь, у Спартака же, говорят, состав сильнее, понимаешь, чем у Ростова. Если он, мол, с Ростовом там невероятные результаты показывает, то уж со Спартаком он точно выиграет. Это логика, знаешь, дилетантов, да, которые не понимают вообще футбол, не знают изнутри. Потому что здесь, в Спартаке, тут совсем другие люди играют, понимаешь? Тут такие звездуны, понимаешь, сидят, которые не будут тебя слушать, которые тебя ни во что не ставят, скажут, я, понимаешь, я игрок сборной, ты кому это говоришь, понимаешь? Я потому что это знаю, там какие ребята сидят. По одиночке они нормальные, там с ними можно поговорить. А все команды, это, знаешь, это балаган. И в таком балагане, чтобы порядок навести, да, там надо, знаешь, ну, с моей точки зрения, да, там нужно много работы. И при этом еще, знаешь, когда балаган устраивает действительно звезды, которые в нужный момент могут собраться и выиграть. Это одно дело. Да, в Спартаке один игрок высокого уровня, действительно, это Квинси Промес. Все, больше нету там никого. Больше нет футболистов уровня, ну, скажем так, звезды премьер-лиги российской. Промес, уровень звезды премьер-лиги. А остальные все там просто, ну, знаешь, есть там неплохие, крепкие игроки. Я же не могу сказать, понимаешь, что Попов плохой игрок, что Макетти плохой игрок, что там даже тот же Камбаров. Я не могу сказать, что это плохие игроки, вы понимаете? Меня неправильно часто понимают, говорят, вот Бугнов там, понимаешь, обсирает Спартак, говорит, что тот плохой, тот плохой. Я конкретно говорю, по показателям, то, что Камбаров совершает 120 технико-тактических действий за игру, я же его не упрекаю за это. Я говорю, молодец. Ну, то, что брак у тебя 30%, это ты не молодец. Понимаешь? А почему у него брак? Не потому, что он Камбаров и играть не умеет, а потому, что схема, в которой он играет, да, установка трейдера, она вот такой футбол предполагает. Ну, и плюс ко всему, и плюс ко всему, может, тот же Камбаров бы лучше играл, если бы у него подтверли были лучше, да? Вот, и тот же Промес бы сколько голову забил. Но это, знаешь, это тоже частности. И это тоже не совсем правильно так рассуждать. Поэтому, с моей точки зрения, перспективы Бердыева, да, в Спартаке, достаточно туманны. В Спартаке вся проблема идет, знаешь, по крайней мере, ну, сколько, в последние десятилетия это руководство. Клубом управляют не профессионалы, дилетанты, ключевые решения. Но если Бердыева дадут кат-бланш, хотя Алинчеву тоже там кат-бланш обещали, ничего в итоге не дали. Вот, и Спартак уже люди не едут, понимаете? Спартак уже люди не едут. К Бердыеву, может быть, его ребята поедут, да? Но, если так посмотреть, если так посмотреть, Спартак, ну, тот же Смулов, да, он же смог Спартак перейти. А не перешел, а почему не перешел? Да потому что там уже знает, какой балаган и колхоз. Вот, если Бердыев здесь разгребет, то будет большим молодцом. Ну, вот, давайте, значит, этот эксперимент, ну, так будем проводить. Пять лет дадим Курбану Бикиичу, да, за пять лет сможет ли он со Спартаком что-то, во-первых, выиграть. Ну, соответственно, если Курбан Бердыев раньше приведет Спартак к чемпионству, то эксперимент закончится раньше, если он, может быть, в первом сезоне выиграет. Затем, ну, либо Курбан Бикиича просто уволят, потому что мы знаем, что Спартаке достаточно странно относится к тренерам. Вот, Александр Викторович, что с Оленичем-то делать? Он же все-таки вышел в Лигу Европы, то есть задача на попадание в Еврокубки выпал. Это вопрос, опять же, к Федуну, который там, говорит, пятое место, говорит, позор. Ну, какой это позор? Какой это позор? Я, если ты ставишь задачу, да, попасть в Еврокубки и команда попадает, как это может быть позор? Четвертое место, говорит, надо было занять. Ну, хорошо, четвертое не заняли, пятое заняли. Но это, возможно, не до конца выполнено, но это не позор. Позор, это, по-моему, если бы Спартак десятое место занялось, ну, это был бы позор. А пятое место, в чем там позор? Там нету позора. Конечно, конечно, вы скажете, вы скажете, что, знаешь, ну, Спатак должен был играть лучше. Ну, хорошо, Ростов опередил Спатак, да? Вот. Вот. Затем смотрим, Краснодар по составу что? Слабее Спатака, что ли? Я не понял. Нет, не слабее. ЦСКА, что ли, слабее Спатака? Нет, не слабее. Зенит, что ли, слабее Спатака? Нет, не слабее. Так на своем месте, Спатак, если даже, ну, тот же, локомотив, тоже, ребята, такой же класс игроков. О чем говорить? Какой это позор, может быть, пятое место позор? Я лень чего не защищаю. Но тут нужно понятиями грамотно оперировать, понимаешь? И вот от Динамо, то, что занимает там какое место, это позор. Я, конечно, к Кобелеву тоже очень хорошо отношусь, да? Вот. Но, тем не менее, тем не менее, там Динамо тоже, ну, это проблема руководства Куба. Это тоже не проблема Кобелева, да? То, что там с командой происходит. Ну, Жиркова выйдет, ну, или Кокорина выйдет, ну, или там, естественно, пол застава ушло. Тяжело в такой ситуации играть, но речь не о Динамо. Да, совершенно верно, речь не о Динамо. Итак, мы следим за Спартаком и за Курбаном Бердыевым. Посмотрим, каких успехов он добьется в первом своем сезоне. И посмотрим, что будет зимой. Вот так вот, уважаемые друзья, ждали мы, что Бердыева в отставку отправит. А вот оно как. Евгений Гиннер решил, что Слуцкого надо выгнать. И Леонид Викторович покинул команду ЦСКА. На радость, я думаю, многим спартаковским болельщикам. А вот у Курбана Бикиевича Бердыева в Спартаке, похоже, все очень и очень хорошо. В премьер-лиге Спартак потерпел всего два поражения к зимнему перерыву. Имеет, на самом деле, что 40 очков и идет на втором месте. Вот такие вот новости у Истана Спартака. Мы можем даже посмотреть, каких футболистов использует Курбан Бердыев. Мы видим, что у него и Дмитрий Каюмов получает игровую практику. И Владимир Обухов, который, кстати, два гола забил и четыре голевых передачи отдал за 12 матчей, из которых только шесть он начинал. Значит, Денис Давыдов тоже выходил четыре мяча, отправил ворота соперника в Пуцко. Отдал две голевые передачи, центральный защитник и при этом имеет фантастическую оценку 7-63. Кутепов имеет оценку 8-50. Это я даже не знаю, что сделал за одну игру Илья Кутепов. Но, тем не менее, фантастические результаты показывают Спартаковцы. И у них достаточно высокие оценки. Зе Луиш, правда, получил травму, но пять мячей успел наколотить. Больше всех голов на счету Дмитрия Камбарова. Шесть мячей. Но, правда, при этом, видимо, с пенальти много забивал. Ну и ни одной голевой передачи, играя на фланге, Камбаров почему-то не сделал. Но это частности. В целом, Спартак идет очень даже здорово. Давайте историю трансферов посмотрим. Только Зуево. Зуево Бердей подал вариант в Тюмень. И, ну, в общем-то, первые половины сезона за Спартаком. Есть ли Александр Ликоцкий шансы на победу в премьер-лиге? Ну, шансы... Шансы-то, они, может быть, и есть, да. Но другой разговор... Другой разговор... Это то, насколько Спартак эту форму продержит. Второе место, ну, знаешь, да, уверенно. И, скорее всего, четверки Спартак в любом случае будет, да. Но, тем не менее, сейчас ЦСКА с Сумского не тренера выгнал, да. И тут уже, да, тут уже, знаешь, как говорится, наберет сейчас ЦСКА ход. И там посмотрим, а Спартаку тяжко будет. Но, судя по лицу Сергея Горлыковича, который переходит в команду Спартак в качестве руководителя отдела, по работе с молодежью все будет хорошо. И этот парень точно что-то знает. Итак, уважаемые друзья, первый сезон подошел к концу. И московский Спартак занял в нем только третье место, не сумев составить достойную конкуренцию Зениту и пропустив еще и вперед Краснодар. Семь поражений, то есть было два, стало семь. Оба раза Спартак проиграл Зениту, обратите внимание. Оба раза проиграл Краснодару, то есть своим прямым конкурентом. Но, тем не менее, обыгрывал ЦСКА. ЦСКА завершились сезоном лишь восьмыми. Тренирует эту команду сейчас Александр Старковс. Вот такого великого специалиста назначили мне Сталянина Викторовича Слунского. А вот Дмитрия Оленьчева, к слову, никуда не назначили. Сидит, мужик, без работы. Возвращаясь к Спартаку, обращаем внимание на трансферы. Итак, Денис Давыдов отдал в аренду в Кубань. Ну а есть приобретение. Зимой были куплены Максим Григорьев из локомотива и Иван Новосельцев из Ростова. Александр Викторович, что скажет. Ну, Новосельцев вызывался с бомбой России, да. Вот. Ну, с одной стороны, с одной стороны, Бердеев, понятное дело, что из Ростова... Вот опять же, да, мы видим, что... Видимо, в Ростове ему понравилось работать, да, с Новосельцевым. Он там хорошо себя проявил, возможно. Возможно, лучше других тренерское задание выполнял его, поэтому он взял. Но за Спартак всего одну игру провел, поэтому говорить что-либо сложно, да. Не знаю, не знаю, в чем была причина этого перехода. Но, тем не менее, может быть, видит какой-то потенциал в Иване Корбан Бердеев. Ну, и Максим Григорьев, фланговый игрок, достаточно быстрый для Чемпионата России. Его, естественно, взяли, чтобы он усилил, добавил креатива в атаке. Но мы видим, что за 10 игр 3 мяча забил для флангового игрока. Это, я еще раз говорю, неплохо. Вот, но, тем не менее, тем не менее, все-таки первый сезон был такой, знаешь, вкатывались, да, в него. Естественно, победы, если бы в нем была добита победа, добыта, то это было бы довольно странно. Но, видишь, наибольшее количество голов забил Камбаров. Камбаров, это, знаешь кто, это защитник. Почему он забивает? Даже если он здесь играет, ну, он 11 голов забивает. Слышишь? 11 голов! И при чем, смотри, с пенальти 0. То есть он с игры забивает у Бердеева. И это при том, что, ну да, он у него играет на позиции левого защитника, а с игры забивает. Это как вообще происходит, я не знаю. Вот, 11 мячей забил, больше чем Промес. Вот так, вот вам Камбара. Я не зря, внимание, на нем заострял. Вот, и, значит, Владимир Гранат 5 голевых передач отдал. Пуцко лучший, просто вообще лучший футболист, понимаешь, игрок матча, чаще всех признавался Пуцко. И тут же Пуцко имеет характеристики, знаешь, не сильно хуже, не сильно хуже, чем у Новосельцева. И вот тут вопрос, а зачем вообще брали Новосельцева, возможно, конечно, мы что-то не знаем, да, но, тем не менее, тем не менее, очень интересно, что будет. Вот Мельгареха уходит из Патака, Зотов и Ермаков. Так что, вот такие вот новости у нас. Ну, посмотрим, как свой второй сезон подведет Бердыев. Итак, половина второго сезона позади и Спартак Курбана Бердыева расположен лишь на седьмом месте с 26 очками. Тут даже надо обратить внимание, что у Лохомотива 44 очка, понимаешь, да? У Зенита 38, а у Спатака 26. Вот, здесь уже, знаешь, шанс на чемпионство, можно сказать, потеряны. Они уже не выиграют в этом году, да? Но задача-то есть, наверняка, в тройку попасть. Поэтому Спартак будет все усилия прикладывать, чтобы в тройку ворваться. А тут, кстати, очень интересные трансферы. Ихиначер, Динамо, Погребняк, Тереки. Патрик Вейера, новый трейлер Зенита вместо Вилла Шабоуса. И сейчас мы посмотрим, какие трансферы провел Спартак. Я думаю, что всем будет это интересно. Итак, Спартак приобрел Евгения Башкирова из Томи. 25 лет, ну, берет своей решительностью исключительно. Он говорит, я пришел, и я буду здесь играть, бетонировать опорную зону. Но всего лишь два матча в Лиге Европы на замену, выходил, вернее, на замену Евгений Башкиров, больше себя никак не проявил. То есть не впечатлил, видимо, Крубан Бердыева или был взят для ротации. Значит, Юрий Гозинский. 2,1 миллиона из Краснодара перешел в команду, тоже в опорную зону. Тоже игрок, тем не менее, не стал основным. Оценки, которые получает Юрий Гозинский, 6,4 в Премьер-лиге. И ни одного матча в старте Лиги Европы, все выходы на замену, оценка 6,5. То есть очень слабо, очень слабо выглядит Юрий Гозинский. И явно не удалось Крубан Бердыева с трансферами угадать. Эльмир Набиуллин, татарский бейл. Он же, ну, тоже, честно говоря, не сильно впечатлил и порадовал. Только в одном матче Кубка России он получил сенсационную оценку 9,5. Но там игра, скорее всего, была с каким-то слабым соперником. Ну, а в Премьер-лиге, как вы видите, 8 матчей провел в стартовом составе. И оценка 6,66. То есть все, что ниже 6,7, все это очень-очень плохо и печально. Так что, к сожалению, Эльмир Набиуллин не вписался в состав. Хотя в Лиге Европы 6,9 отыграл. То есть, ну, достойно достаточно. Но, тем не менее, никакими результативными действиями не запомнился. Видимо, не подходит Эльмир Набиуллин в Спартаку. Но за 8,5 миллионов, напомню, был приобретен. Еще был Леонид Кондрашов из Терека 2. Но это, видимо, потенциальный перспективный молодой футболист. Давайте посмотрим. Ну, 132 максимум, честно говоря. За 300 тысяч, а что вы хотели, да, как говорится. Но, тем не менее, а теперь трансферы в обратном направлении. То есть те, кто ушли из Спартака. Евгений Макеев за 2 миллиона ушел конкурентом в Краснодар. Но вот здесь, скорее, не сама продажа Макеев должна смущать. Конечно, конечно. Тут должна смущать продажа конкуренту. Конкуренту, который выше находится в той нынной таблице. Вы можете продать его, там, знаешь, в команду хуже. Но Краснодар зачем продавать? Эти Газинского сбаграли, Газинский не играет. Вот и все. А также ушли, отмечаем, что Лоренц Мельгареха, Павел Яковлев, Убань за 500 тысяч. Денис Давыдов за 4,6 миллионов ушел в Терека. За один с матча забил 4 мяча за Грозненский клуб. Ну, в общем-то, потихонечку, помаленечку Денис Давыдов, которому 21 год, пытается покорить премьер-лигу в составе Грозница. Владимир Обухов тоже перешел в Грозный, переехал в Грозный. Ну, тут у него оценка 6.25, то есть играет вообще плохо и печально. Владимир с 40 тысяч, и он ушел. Дмитрий Каюмов не может найти себе клуб и сидит пока без работы. Тем не менее, в Еврокубках у команды Бердыева все складывается не так уж и плохо. Они прошли квалификацию Лиги Европы, штурм и Минская Динамо. Затем попали в группу со Спартой Пражской, с Брюгге Бельгийским и с Интером. Ну, Интер оба раза спартаковцы проиграли, но на то остальные матчи им удалось выиграть. И теперь они выходят на Борусию из Мюнхен-Гладбаха. 9 февраля состоятся эти матчи. Но, тем не менее, отмечаем, что в Лиге Европы команда Курбана Бердыева не опозорилась. Ну, опозорилась. Знаешь, подожди. Тут с чем связаны вот эти слабые выступления? Это с большой загруженностью. То есть, они в Кубке России играют, в Лиге Европы играют и в чемпионате. То есть, уже было два турнира, стало три. И причем, Кубок России там, знаешь, игры раз в месяц, да, грубо говоря. А в этом, в Лиге Европы, там каждую неделю надо играть. Понимаешь как? И там уже, естественно, и сил не хватает у игроков. И ротацию нужно проводить грамотно. Тут уже одним составом. А Ростов с Бердыевым что, играл что ли где-то? Не играл он в Лиге Европы, да. И тут уже совсем другое требуется, да. Тут требуется длинная скамейка, это во-первых. И во-вторых, во-вторых, знаешь, ключевые игроки должны быть внусливые. Вот Камбаров, Дмитрий, да, он внусливый. И мы видим, что даже у него сил не хватает. Вот этот матч отыграл, смотри, поражение от Кубани, там 6-7. Сил не хватает. Хотя вот составы сравниваем, да. Со Спатой кто играл. Ребров, Подшивлюк, Брызгалов, гол забил. Новосельцев, Камбаров, Ромула, Тинакоста, Куинси, Промес, 5-9. Что там Промес делал, не знаю. Попов, 6-7, да. Жано, Григорьев, Козлов. Смотрим с Кубанью. Ребров, Подшивлюк, Брызгалов, Бакетти, видишь, Бакетти. А здесь, подожди. Да, здесь Новосельцев играл. Бакетти. Бакетти хорошо, Набиуллин, Ромула, Коста. Да, опорная зона хорошо себя проявила. Хотя вот и здесь тоже неплохо. Ромула с Костой соцелились. Промес чуть получше, но все равно голов-то нету. Попов, Камбаров, Григорьев, Козлов, Александр. 6-0 оценку получает. Ну, с фонами беда называется у Спатака. Значит, сейчас посмотрим, как у них там обстоят дела с бандбандирами. Но мы видим, что 8 голов Промес. 9 голов Попов. Зе Луиш, ну, он покалечился там, видимо, в очередной раз. Поэтому у него только 5 мячей. Вот. И смотрим, а кто? Кто Флорладов? Где Флорладов? Флорладов нету. Вот. Козлов вообще выходит? Мне интересно. Где Козлов? Где Козлов? Александр Козлов? Нет, он вообще не выходит. Запасили. Пучко тоже потерял место в основе. Бакет и Стаски играют. Вот. А где же? Где же? Где же молодой? Пучко не играет. Где этот? Кутепов? Кутепов, Илья. Ну, что, Кутепова тоже нет. Ну, здесь мелкаться есть в основе. Относительный, да? Вот. Состав. Так, М-21. Курбанов, Воробьев. Так. А где? Что, не Кутепова, что ли? Куда-то отдали? Не могу понять. Потому что не вижу. Да нет, вот он. Илья Кутепов числится в Спартаке 2. Вот. Так вот. Ну и Пучко. Пучко. Давайте. Вернемся к основному составу Александру Викторовичу Пучко. Где у нас? Ну, Пучко, видишь, не играет. Пучко не играет. Он не выходит на поле. В прошлом сезоне играл. Нормально играл. Понимаешь? Ну, здесь. Все меня возмущает очень сильно. Если. Если вы играете там, знаешь, много турниров, да? Ну, ты выпускай, Пучко. Что ты его не выпускаешь? Почему он у тебя не играет? Сидит. Он же в Кубке России, что не сможет сыграть, что ли? Я не говорю ставить его там на все матчи. Да, но если у вас проблемы в обороне, да, то ты ставь Пучко. Хотя бы практику ему давай. Что, он перестал платить, что ли, чтобы в основном составе выходить? Это не самый плохой защитник. Я, конечно, довольно, знаете как, огорчен. Итак, второй сезон подошел к концу. Спартак сумел забраться на четвертое место, но Зенит опередил, ну, уж очень намного. Всех 70 очков. Практически, ну, на 17 очков оторвался от Спартака. Конечно же, Курбанову и Бики еще вряд ли понравился этот сезон. Но, тем не менее, давайте посмотрим, что там было с Лигой Европы. 0-3 и 0-4 от Баруси Мюнхен-Гладбаха. Вот так. То есть, немецкий чемпионат вот настолько примерно превосходит наш. Естественно, они в форме были футболисты. Это понятно. Зимний перерыв. Да, зимний перерыв это тяжело восстанавливаться. Сейчас никакие-то водники это не подготовились здесь. И Гладбах-то был на ходу. У них в Германии такого нет. Они все время играли, играли, играли. Тут вышли, потому что раскатали Спартак. Отмечаем, что в премьер-лиге Спартаковцы не проиграли после зимнего перерыва ни разу. Но, тем не менее, все равно не смогли достать ни Зенит, ни... Ну, Зенит, кстати, был обыгран. Несмотря даже на это, все равно ничего у Спартака не получилось. Смотрим на трансферы. Помимо вышеперечисленных игроков, Лукас Захович из Херенвена, нападающий славянский, пополнил состав Спартака. Что думаете? Что думаю? Конечно, 13 игр, 8 голов, это неплохо. Но я вот против таких легионеров, например, Лига. Ну, что это? У нас что, своих игроков, что ли, нету такого уровня? Что в нем такого, в этом Захович? Он молодой еще, понимаешь? Молодой. Он, возможно, перейдет в топ-клуб, да, и лет через пять, может, перейдет, да, уже, будучи состоявшимся игроком. У него неплохие сбалансерные характеристики. Но, опять же, это не звезда. По европейским меркам, по европейским меркам, там у любой команды, более-менее стоящей, да, там такие Заховичи сидят на скамейке запасных, понимаешь? А у нас сейчас из него будут звезду раздувать, и говорят, вот у нас есть Захович, понимаешь? Это смешно. Хотя за него большие деньги заплачены, возможно, именно он помог команде. Ну, и Андрей Семенов, сегодня центральный защитник истерика, перешел в московский Спартак, 7 матчей провел. Но, видишь, вот опять нет дороги Пуцкова, да, и остальным. При этом, при этом в Тулузу арендовали Дениса Глушакова. Тина Костова ушел в Индопенденте, да, и, кстати, отмечаем Иван Новосельцев, который недавно пришел, недавно пришел в Спартак, ушел. Так же, так же, раз, встал и ушел. Ушел в Рубин за 400 тысяч. Иван, вот, не сработались, что ли, с Курбаном Бердыева, мать? Ну, тут надо ситуацию в команде знать, да, ну, видимо, не сработались. А раз, что-то не так пошло, да. Того же Башкирова отдали в аренду, Зуев в аренде, Переславцев в аренде. Ну, в общем, все довольно-таки у Спартака пока непонятно, не могут определиться. Возможно, Андрей Семенов как-то поможет. Ну, трансферы вроде бы качественные, но проблема-то в том, что сработают ли они. Из других новостей по тренерам, это, конечно же, Дмитрий Оленьевич, который возглавит Рубин. Ну, и тренер сборной страны сейчас Владимир Гуцаев, 64-летний специалист, который работал, как вы видите, в Алании. Потом в Ростов перешел после отставки Курбана Бердыева. И тут же стал тренером сборной страны. Дмитрия Оленьевича его, между тем, уволили. Проработал он лишь до 5 ноября. Ну, а Леонид Викторович возглавляет московское «Динамо». Вот так вот. Ну, что я могу сказать? Я сочувствую! К очередному зимнему перерыву «Спартак» идет в премьер-лиге на третьем месте. Кстати, Лука Захович лучший бомбардир сейчас чемпионата России. Как мы видим, что он и по количеству наград игрок матча тоже впереди. Находится большинство игроков, скажем так, в премьер-лиге. Уступают только не стареющему Василию Березутскому. Ну, отмечаем, отмечаем, что у «Зенита» появился тоже вот свой новый бомбардир «Майком». Это, наверное, «Майкон», да, которого в Китае сделали, немножко перепутали. Но, в общем, «Майком» в трех матчах Лиги чемпионов забил три мяча в 13 матчах чемпионата России. Забил девять и плюс отдал шесть голевых передач. Вот так вот все довольно интересно. Из Бордо перешел за 43 миллиона в «Зенит»! За 43, боже мой. Боже мой, 43 миллиона. Ну, эти показатели, это явно не на 43 миллиона, конечно. Но, тем не менее, как дела у «Зенита» давайте посмотрим, чтобы уж понимать. Ну, вышли из группы Лиги чемпионов «Зенитовцы». Все-таки эти траты, они оказались достаточно, ну, видимо, окупились. Мы видим, что Сергей Петров ушел из команды. Но это ладно, «Зенит» с «Зенитом». Мы к «Спартаку» возвращаемся. А «Спартаковских» в трансферах Станислава Крецука за 10 миллионов взяли. Виталия Лысцова за один еще одного центрального защитника. Из «Паука» забрали его. И Егор Корнеев из «Факела», молодой и перспективный тоже центральный защитник. Ну, смотрим характеристики. 125, ну, перспективный для чемпионата России, в принципе, не имеет, ну, какие-то там шансы заиграть. Максим Григорьев перебрался в Урал вместе с Евгением Башкировым. Сергей Переславцев в Мордовию на правах аренды. Илья Кутепов, Александр Козлов ушли на свободный трансфер. Илья Кутепов сейчас является защитником «Факела». «Факел» выступает в ФНЛ. Ну, в общем-то, Илья хотя бы получает игровую практику. Давайте посмотрим на состав «Спартака». Кто здесь вообще задействовал? Отмечаем Юрия Динобурского. Динобурского, прошу прощения. Значит, неплохая скорость у этого форварда. Сыграл один матч в Лиге Чемпионов. Вернее, два матча вышел на замену и забил один гол. Премьер Лиги три игры на его счету пока ничем там не отметился. Но, тем не менее, приятно, что молодые футболисты как-то к основе подбираются. Ну, у Курбана Бердыева Денис Глушаков почему-то при всем разнообразии центральных защитников расположен на этой позиции. Не совсем понятно, почему именно Денис там играет. Но, тем не менее, немножко добился какого-то определенного прогресса. Мы видим Юрий Газинский. Что еще отметим на Александре? Ну, я бы отметил то, что Камбаров переведен ближе к атаке. Но, при этом, он, видишь, восемь мячей забивает. То есть, Камбаров стал платить функцию атакующего футболиста. Видимо, справляется. Набиуллин, Эльмир, тоже немножечко подтягивается в этом сезоне. Был опасный в Лиге Чемпионов. Ну, и, в общем-то, прогресс у него определенный виден. Андрей Семенов, который был куплен, да, центральный защитник. Удивительно, но без практики сидит. То есть, тут уже есть определенные вопросы. Милкадзе вышел на 6 матчей и уже забивает за команду. Это радовать должно, да. Вот Мавсисян в плохом настроении. Скоро, я думаю, что уйдет. Кирилл Камбаров тоже. Мы видим, что не совсем рад и счастлив. А вот Пуцко, например, вообще не видно. Пуцко не видно, потому что он в Мордовии играет. Перешел он именно в эту команду. Давайте следим за его карьерой. Видите, он был отпущен. Был отпущен. Со свободного трансфера его подобрала. Можно сказать, Мордовия. На помойке нашли, помыли. Очистили до чисто. Ну, и теперь во футбольной национальной лиге на втором месте идет Мордовия. И, возможно, что скоро Пуцко поможет этой команде вернуться в премьер-лигу. Тренером Уфы стал Роман Широков, уважаемые друзья. И ключевым игроком в составе у Романа Широкова стал некий Элсон Хуй. Ну, в общем-то, это все новости на сегодня. А сейчас мы возвращаемся к Спартаку. Ну, а Спартак... Спартак так и не стал чемпионом. Спартак в третьем сезоне занимает третье место. Впереди по-прежнему Зенит. Зенит не досягая. Но 10 очков у Спартака до Зенита. Если посмотрим расписание, как москвичи играли в Лиге Европы, да. То они вышли из группы. Ну, и в первом же раунде попали на Тоттенхэм. И благополучно вылетели. 1-3 и 0-2. Вот так вот все печально закончилось для Спартаковцев. Но, тем не менее, в премьер-лиге они выдали очередной неплохой финиш. Но этого финиша не хватило для того, чтобы что-то выиграть. Ну, правда, радует, что от второго места вообще 1 очко буквально. Отставание. То есть, в принципе, какой-то определенный прогресс при Бердыеве, возможно, наблюдается. Александр, что вы и скажете? Ну, Зенит затачивает огромные средства, да. Если мы сейчас посмотрим с тобой, значит, трансферы. Видишь, 43 миллиона на одного только игрока они потратят. Да, они больше никого не купили, но, в общем-то, это очень солидные средства. Они Чердышева, вот, из Ареала, почему-то из Ареала взяли. Ну, из Штедера взяли, да. Сергея Петрова, Аздоева. То есть, они тратятся только так. Если ты думаешь, что Зенит там это все им так вот просто достается, то это неправильно. Вот. Значит, ну, тем не менее, Бердыев продержался достаточно долго в руля. И внутри сезона, значит, возглавляет Спатак. При этом мы видим, что Спатаковцы все-таки далеко не худшие времена сейчас переживают. У них определенный прогресс, он наблюдается. Поэтому я бы не стал, знаешь, критиковать. Если уж тренера посадили, да, то пусть он работает, как говорится. Вот Слуцкий, Динамо, возглавляет Динамо на девятом месте. Без ресурсов, я уже много раз говорю, Слуцкий никто. Вот. Курбан Беккевич, ну, способен ли он за чемпионство побороться? Ну, в принципе, если сейчас грамотные трансферы проведет, то, может быть, поборется. Но проблема в чем? Вот они, Игоря Безденежных, собираются взять из Уфы. Но, на самом деле, физически это игрок не самый лучший. И здесь непонятно, почему он опорный полузащитник. Если он на базу атакующий полузащитник, насколько я знаю, да, вот это я не понимаю. Но это посмотрим. Это посмотрим, как он себя проявит, как он впишется в состав Спатака. Это мы увидим в следующем сезоне. Итак, в четвертом симулируемом сезоне Спартак идет пока вторым, отставая от Зенита на 8 очков к зимнему перерыву. Вот такие вот новости. Но, правда, идет он уже под руководством Арсена Попекяна. Папик, так сказать, теперь тренирует команду Спартак с 2018 года. А что же случилось с Курбаном Бикиевичем Бердыевым? Так, давайте посмотрим. Курбан Бердыевым, да? А, ничего с ним, видимо, не случилось. Видимо, ушел Курбан Бикиевич в отставку от менеджера. Мы видим, что Курбан Бердыев, да, ушел в отставку. Сам ушел, встал и ушел просто. Александр Викторович, что думаете? Ну, что я думаю. Бердыев достаточно долго был на посту. Видите, тысячу дней трудился. Ну, у него победа 71-20-30 поражений. Алсен Попекян, честно говоря, видишь, я работал ассистентом менеджера Кубани. Потом стал менеджером Шокола. Томи, и вот разглавил Спартак. Я, честно говоря, думаю, что отдельный эксперимент можно посвятить этому человеку. То есть, сможет ли он, может быть, привести Спартак к какому-то успеху, да? Но, тем не менее, то, что Бердыев ушел в отставку, для меня это, ну, скажем так, неожиданность, да? Вот. Ну, и мы видим, что Спартак тут усилился Рубином. Усилился Рубином. Емельянов 4 миллиона за него Рубин взял. Логашов, Помазан, Лавров, еще и Мурисио забрали. В итоге Игоря Безденежных купили из Уфы и отдали Уфе в аренду. Это просто, знаешь, финт ушами. И там Широков... Да, Ромочка Широков по-прежнему тренирует. И Ромочка Широков, может быть, даже Уфу и выведет, например, в лигу. Потому что, кто знает, как там что повернется, да? Вот. Ну, и, конечно, посмотрим, посмотрим, наверное, окончание этого сезона. Несмотря на то, что Спартак без Бердыева уже остался. Ну, может быть, Попекян... Может быть, Попекян проведет команду к какому-то невероятному... Ну, уважаемые друзья, невероятно, но Попекян принес первый трофей Спартаку. Кубок России был выигран в финале. Повержен московский ЦСКА. И, ну, тем не менее, это трофей. Это первый за долгое время трофей Спартака. Лукас Захович, тот самый молодой футболист. 23 года ему уже не особо прогрессирует. Но, тем не менее, он принес Спартаку этот долгожданный трофей. Не Бердыев, а именно, 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 именно... Арсен Попекян. Вот он, тренер мечты Спартака. И что у нас там в премьер-лиге, кстати говоря, как премьер-лига закончилась. А премьер-лига закончилась у нас тем, что Спартак занял второе место. И поборется теперь за попадание в групповой этап лиги чемпионов. Компионов, Кокорин становится лучшим бомбардиром, уважаемые друзья, чемпионата. Ну, честно говоря, честно говоря, просто фантастический сезон, фантастические результаты. А в следующем сезоне, может быть, может быть, Уфа Романа Широкова выйдет в премьер-лигу. И вот там мы посмотрим и посмеемся, как говорится, что будет, что там произойдет, какая будет игра. И, может быть, Арсен Попекян уже в следующем сезоне приведет Спартак к чемпионству. Курбану Бердееву это не удалось. Александр Викторович, в чем причина? Ну, причина, опять же, в том, что Спартака состав по-прежнему не самый сильный. Да, если Попекян выиграет, это будет интересно. Но это, я думаю, что мы в следующий раз узнаем. Я надеюсь, что зрители наши поддержат этот эксперимент пальцами вверх. Ну, давайте по системе футбол-менеджера будем действовать. 500 пальцев вверх соберем. Да, и потом я уже, я думаю, что тогда на Попекяна посмотрим, что он покажет. Может быть, это как раз-таки начало новой эпохи Спартаке. Ну, что ж, Александр Викторович дело говорит. Я думаю, что вы все его услышали. Вот Курбану и Микичу Бердееву не удалось поднять Спартак. Удастся ли это сделать Арсену Попекяну? Мы узнаем в следующий раз. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Также не забывайте про Твич-трансляции. Не забывайте про пальцы вверх под этим видео. Как уже сказал Александр Викторович, 500 пальцев вверх. И мы выпустим продолжение. Продолжение уже будет называться Спартаковский Попек. Всем еще раз большое спасибо, удачи и до свидания.